В последний день рождения Гитлера 20 апреля 45-го небо над Берлином озарили яркие вспышки. Это был не салют, стреляла советская артиллерия. Подготовка к штурму началась задолго до этого. Разведчики сделали 15 тысяч аэрофотоснимков немецкой столицы и ее окрестностей, чтобы изготовить максимально точный макет города. На территории, которую уже заняли, переложили железнодорожное полотно, сменив европейскую колею на более широкую, русскую. Построили 25 мостов через реку Одер и подготовили тысячи саперных лодок. Немцы называли Одер рекой своей судьбы. Сейчас судьба этой немецкой реки в руках русского солдата. Занять Берлин было нужно как можно скорее, чтобы закончить войну, которую фашисты пытались затянуть. Немецкое руководство все еще надеялось на раскол антигитлеровской коалиции. Берлин, я столкнул Сталина с его союзниками и выиграю войну. Вы увидите, что значит быть демарноуверенным в своей силе. Немцы ждали начала наступления, но советская армия, несмотря ни на что, старалась нанести удар неожиданно. Об операции солдатам сообщили всего за два часа до ее начала. Ранним утром 16 апреля по немецким позициям одновременно ударили больше 20 тысяч орудий. Обстрел длился 25 минут. После включили сотню зенитных прожекторов. Они освещали дорогу советским солдатам, а противника слепили. Немцы создали вокруг города несколько оборонительных полос с траншеями. Использовали естественные препятствия реки и овраги. Но это не помогло. Тысячи фашистов оказались в котле, выбраться из которого смогли единицы. А Берлин был окружен всего через 9 дней. Но оборонявшиеся превратили город в крепость. В центре каменные здания с толстыми стенами. Их окна и двери стали амбразурами, из которых вели огонь. И без того узкие улицы были забаррикадированы. Баррикады были промышленного масштаба. То есть не просто набросали какие-то камни рабочие, а это все делали на заводах. Заливали цементом огромные такие ящики, устанавливали. Плюс ко всему неработающие танки. Их свели в одну роту, которая была расставлена на узких улочках. И в первую очередь на перекрестках, чтобы контролировать перекрестки, сразу не скулить. У Красной армии было превосходство и в людях, и в технике. Но воспользоваться им в таких условиях было сложно. Помог прием, проверенный еще в Сталинградской битве. В уличных боях участвовали штурмовые отряды. В каждом саперы, артиллеристы, связисты и несколько единиц техники. Другой проблемой стали каналы в центре города и река Шпрее. Но и с этим препятствием справились. Нестандартным способом. Каким-то образом корабли Дунайской флотилии оказались в Берлине. А благодаря тому, что они моментально создали господство на воде, под ударом оказался самый центр Берлина. Рейхстаг, Рейхсканцелярия. Эти корабли перебрасывали людей с одного берега Шпрее на другое. Подавили целый ряд таких ключевых позиций немецких. К концу апреля почти вся верхушка Третьего Рейха уже понимала, отстоять Берлин немцы не смогут. Командующий, собственно говоря, Одерским фронтом сказал такую фразу, что если с запада по нам ударят американские танки, будем считать свою задачу выполненной. То есть они прекрасно понимали, что Берлин возьмут. Но для немцев, сидящих в окопах, лучше было бы, если бы это сделали в западной союзнике, потому что там можно было уйти от возмездия. В поражение не верил только Гитлер. Он сидел в своем бункере и оттуда отдавал приказы сопротивляться до последнего. За отступление солдат должны были сразу же расстреливать. Женщины копали противотанковые рвы. Из юношей и стариков формировали ополчение. Гитлер полагался на свою звезду, на свою удачливость, на свою, как бы, не хочется говорить это слово, гениальность. Но он был убежден, что он гениален. И он верил в то, что те части, которые есть у него в распоряжении, могут деблокировать Берлин. В Берлине начали издавать ежедневную газету «Бронированный медведь». В статьях говорилось, что город выстоит, ведь на подходе подкрепление. Последний, седьмой номер, вышел 29 апреля. А 30-го Гитлер покончил с собой. По воспоминаниям одного из его секретарей, он боялся, что рейхсканцелярию обстреляют снарядами с усыпляющим газом. А его выставят на показ в Москве, в клетке. В тот же день на Рейхстаге появилось несколько красных знамен. Но не то, которое вошло в историю. Сами бойцы имели какие-то штурмовые флажки. И эти флажки устанавливались. Они тоже были красного цвета. И устанавливались они не для того, чтобы показать, кто первый что-то завоевал, а для того, чтобы показать своим артиллеристам и танкистам, что вот на этом этаже теперь мы сюда стрелять не надо. Для 3-й ударной армии изготовили 9 штурмовых флагов по количеству дивизии. Знамена были из немецкого материала, древки из карнизов для штор. Красные флаги появлялись в разных частях здания, но оставались там ненадолго из-за постоянных обстрелов. То самое знамя победы 1 мая установили бывший партизан Михаил Егоров и разведчик Мелитон Кантария. Подъем по полуразрушенной лестнице на купол Рейхстага был опасным. Егоров едва не сорвался, спасла тело Грейка, которая за что-то зацепилась. Это были два солдата, не самые престижные, то что называется. Они не умели ходить даже с троевым шагом. Именно поэтому знамя победы хотели пронести во время парада победы на Красной площади. Отказались от этой идеи, потому что Егоров и Кантария не умели ходить с троевым шагом. Окружение Гитлера задумалось о будущем Рейха без фюрера и пыталось заключить перемирие, на которое Сталин, конечно, не согласился. Безоговорочная капитуляция. Только на этих условиях мы можем с ними разговаривать. В Европе акт о безоговорочной капитуляции вступил в силу вечером 8 мая. По московскому времени уже 9-го. Война была закончена. Битва за Берлин занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как крупнейшее сражение в мире. В нем участвовали около 3,5 миллионов человек, и оно определило ход истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова